Друзья, всех приветствую на канале. Меня зовут Дмитрий Сизов, я официально являюсь квалифицированным инвестором и специализируюсь на компаниях биотехнологического сектора США. Для того, чтобы быть в курсе последних событий и получать актуальную аналитику по сектору, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, а еще больше полезной информации и сделки в реальном времени вы сможете найти в телеграм-канале, указанном в описании. Сегодня мы с вами разберем деятельность Херон Терапьютикс, поэтому биотеху вчера вышла важная новость, обсудим ее, как обычно заглянем в прошлые компании, посмотрим пайплайн и сделаем какие-то предположения по дальнейшему движению котировок. Итак, поехали. Херон Терапьютикс – это биотехнологическая компания, деятельность которой направлена на улучшение жизни пациентов за счет разработки лучших в своем классе лекарств, удовлетворяющих основные неудовлетворенные медицинские потребности. Херон разрабатывает новые, ориентированные на пациентов решения, в которых ее инновационная наука и технологии применяются к уже утвержденным фармакологическим средствам. Цель компании – использовать терапевтические средства с хорошо изученной фармакологией, улучшая их переносимость и эффективность, а также расширяя их потенциальную область применения. У компании уже есть два одобренных препарата, и одобрение третьего она получила от ФДА вчера, 13 мая 2021 года. Но об этой новости поговорим чуть позже, а сейчас давайте посмотрим на продукты, которые уже коммерционализируются компанией. Первый из них – это препарат со стол, инъекции которого применяются для предотвращения как острой, так и отсроченной тошноты и рвоты, вызванной химиотерапией. Тошнота и рвота – один из наиболее изнурительных побочных эффектов химиотерапии и ведущая причина преждевременного отказа от лечения рака. Препарат был одобрен в ФДА 10 августа 2016 года. Цинванти – еще один препарат, который представлен компанией и показан взрослым в сочетании с другими противорвотными средствами для профилактики острых заболеваний. Также применяется для устранения тошноты и рвоты при лечении химиотерапии. Получил одобрение от ФДА в феврале 2019 года. 24 февраля 2021 года Херон отчитался о финансовых результатах своей деятельности за 2020 год. Согласно пресс-релизу, чистый объем продаж продукции за год составил 88,6 миллиона долларов против 146 миллионов долларов в 2019 году, что показывает снижение почти на 40%. Как сообщило руководство компании, пандемия коронавируса 2020 года сократила количество процедур скрининга рака, что привело к меньшему количеству клинических применений противорвотных средств по сравнению с предыдущим годом. Как мы видим, после этих новостей котировки снизились с 19,33 долларов до 14,33 долларов в моменте. Вообще капитализация компании сейчас составляет около 1,4 миллиарда долларов. При годовых продажах в 88 миллионов долларов, Pina S получается равным 16. При сокращающихся на 40% в год продажах, этот показатель, конечно, являлся бы крайне завышенным, если бы отсутствовал катализатор, способный вывести котировки на новый уровень. И этим катализатором является одобренный вчера препарат Зинрелеф. Зинрелеф – это первый и единственный одобренный ФДА местный анестетик двойного действия с пролонгированным высвобождением, который клинически доказал, что снимает боль и устраняет потребность в опиоидах в течение 72 часов после операции лучше, чем раствор биповокаина, который является действующим стандартом лечения. На данный момент в США применение опиоидов в медицине является серьезной проблемой. Эта ситуация даже получила собственное название. Опиоидные эпидемии называют растущее число смертей вследствие бесконтрольного употребления опиоидных анальгетиков. В середине 1990-х годов препараты опиоидной группы стали широко использоваться в США для оккупирования острой и хронической боли. В большой степени этому способствовали фармацевтические компании, которые проводили рекламные акции по продвижению якобы безопасных обезболивающих и стимулировали врачей выписывать эти лекарства. При давлении фармкомпании менялись стандарты и практики назначения опиоидов. Количество выписанных по рецепту опиоидов за период с 1991 года по 2011 год увеличилось в три раза с 76 миллионов в год до 219 миллионов в год. В 2017 году в США передозировка опиоидными лекарственными средствами была признана критической проблемой государства. По данным агентства США по контролю и профилактике заболеваний, ежедневно от передозировки опиоидами в США умирает более 100 человек. ФДА назвала опиоидный кризис непредвиденной эпидемией и одной из тяжелейших ошибок современной медицины. И вот на фоне этой серьезной социальной проблемы, Херон Терапютикс выпускает безопиоидное обезболивающее Зинрелеф. Давайте более подробно рассмотрим этот препарат и его перспективы. Вообще стоит отметить, что большинство серьезных движений котировок компании в последнее время были связаны с продвижением данной молекули по пайплайн. Так 19 марта 2018 года Херон объявляет о положительных результатах основных клинических испытаний фазы 3 молекулы HTX-011, которая в будущем получит коммерческое название Зинрелеф. 21 июня 2018 года HTX-011 для послеоперационного обезболивания получил обозначение передовой терапии от ФДА. 25 июня 2018 года Херон Терапютикс объявляет о публичном размещении обыкновенных акций, в связи с чем мы видим дальнейшее снижение котировок. Эта ситуация является вполне типичной для большинства биотехов. Пользуясь моментом, в котором стоимость акций разогрета предстоящим одобрением нового продукта, компании собирают средства для его дальнейшей коммерциализации с помощью доп. эмиссии. Вот только в данном случае одобрения не произошло. 1 мая 2019 года Херон получила полный ответ ФДА по молекулу HTX-011. Это был отказ в одобрении, в котором агентство заявило, что не может удовлетворить НДА в его нынешней форме из-за необходимости в дополнительной информации посредством контроля и неклинических данных. Как мы видим на фоне этой новости, котировки компании упали с 21,5 доллара до 12,5 доллара в моменте. Далее были переговоры компании с ФДА, повторная подача заявки и вот на конец 13 мая случилось долгожданное одобрение. Что касается потенциального рынка для один рельеф. В Соединенных Штатах проводится более 50 миллионов хирургических операций в год. 67% пациентов выписывали опиоиды в период с 30 дней до операции по 14 дней после нее. Более 2 миллионов американцев могут становиться постоянными потребителями опиоидов после операции ежегодно. В 2020 году передозировка наркотиками в США вызвала более 90 тысяч смертей, что является самым высоким показателем, когда-либо зарегистрированным за один год. Кроме того, большинство пациентов принимает меньше опиоидов, чем количество назначенное после операции, что приводит к избытку опиоидных наркотиков, применяемых в немедицинских целях. Ежегодные расходы на здравоохранение в размере 23,4 миллиарда долларов связаны с постоянными потребителями опиоидов при послеоперационном обезболивании. На данный момент основным неопиоидным обезболивающим при различных хирургических вмешательствах показан препарат Экспарел. Херон Терапьютик сравнивала применение Зинрелеф с применением текущего стандарта лечения препаратом Экспарел и получила положительные превосходящие результаты по многим точкам оценки сравнения. Несмотря на многие недостатки текущих безопиоидных препаратов, используемых для послеоперационного обезболивания, их суммарный объем продаж составляет примерно 1 миллиард долларов в год, а вместе с препаратами опиоидной группы выручка равняется примерно 1,7 миллиардов долларов США в год. Зинрелеф от Херон Терапьютикс имеет существенные преимущества над всеми лекарствами этой группы, представленными на рынке. Компания планирует начать коммерциализацию препарата в июле 2021 года. Насколько быстро новое обезболивающее вытеснит своих конкурентов сейчас трудно сказать, но то, что мы увидим существенный рост выручки биотеха в ближайшей перспективе, после вчерашней новости становятся очень многовероятным предположением. Поэтому я добавил акции данной компании в свой портфель по цене 11,55 доллара за штуку во объеме 2% от депозита. Из данной сделки я планирую выходить частями по мере достижения ценой определенных уровней, которые я опубликую в ближайшее время в телеграм канале. Друзья, если вам понравилось данное видео ставьте лайки и как всегда всем удачных торгов! Субтитры создавал DimaTorzok